Продолжаем говорить о самых значимых событиях в мире футбола, которые прошли на прошедшей неделе. И, конечно, не можем мы обойти своим вниманием матчи Лиги Чемпионов. Все-таки одна четвертая финала. Но я просто, может быть, и не стал бы об этом так подробно говорить, если бы не одна очень интересная деталь. Все-таки одна четвертая финала Лиги Чемпионов. Мы привыкли к тому, что, особенно в первых матчах одной четвертой, ну, такого престижного, ну, главного, наверное, клубного соревнования мира, всегда идет напряженная борьба. Даже между командами, которые по своим силам, может быть, даже различаются сильно. Хотя в одной четвертой финала откровенно слабых команд, конечно же, нет. Ну вот, посмотрите, состоялись матчи одной четвертой финала на прошедшей неделе. Челси, Манчестер, Юнайтед 0-1. Ну, это понятно. Но дальше удивительные просто результаты. Барселона, Шахтер, Донецк 5-1. При всем там, моем уважении к Барселоне, все-таки, да, это очень серьезный счет. Шахтер показал в игре с Ромой, что это очень непростая, очень хорошая такая классная европейская команда. Реал, Мадрид, Тоттенхэм 4-0. Интер, Милан, Шальке 0-4. 2-5. Интер, который всегда проповедовал, на самом деле, последнее время, когда во главе его стоял Мауринио, такой очень рациональный футбол. Футбол довольно закрытый. Проигрывает на своем поле со счетом 5-2. Ну, для меня это просто какие-то уникальные результаты. И Реал-то, в общем, который сейчас тренирует Мауринио, конечно, команда классная. Но все-таки англичане привыкли бороться до конца. И проигрыш со счетом 4-0, пускай даже Реалу, на стадии 1-4 финала Лиги Чемпионов, для меня выглядит довольно удивительно. Конечно, очень интересно будет, как будут проходить вторые матчи. Это мы совсем скоро увидим. Но сам факт вот таких больших разгромных поражений, с одной стороны, побед, с другой, на мой взгляд, заслуживает какого-то такого более внимательного взгляда специалистов. И все-таки разобрать, что же произошло на этой стадии, и что произошло с Лигой Чемпионов, и кто пробился в 1-4 финал, если они могут так проигрывать. Это все-таки весьма интересно. Я отмечу еще одну вещь. Дело в том, что такие разгромные поражения, с одной стороны, с другой стороны, победы, были зафиксированы не только в Лиге Чемпионов, но и в Лиге Европы, у ЕФА. Там тоже стадия 1-4 финала, я напомню. Так вот, помимо Спартака нашего, который проиграл в Португалии 5-1, Киевская Динавка с Брагой сыграли в ничью на 1-1, это приличный счет. А вот Вильяриал обыграл Твенты со счетом 5-1, А Бенфика из Португалии по СВ Эндховен со счетом 4-1. То есть, тоже удивительно, но вот так все сошлось и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов. Ну и, наверное, завершая эту уже страничку нашу, я бы, конечно, отметил поведение болельщиков московского Спартака в Португалии. Там произошел конфликт с португальской полицией, кого-то из спартаковских болельщиков по ходу игры задержали, проявляя там какое-то дружеское сочувствие и солидарность, спартаковские болельщики отказывались покидать стадион, пришлось вмешаться в дело полиции, были арестованы в итоге несколько человек, произошли столкновения. В этот же день в Москве произошло столкновение между болельщиками ЦСКА и Спартака, довольно крупное, около 200 человек по разным оценкам принимало участие в этих столкновениях. Напомню, что была драка динамовских болельщиков, московского Динамо в Нижнем Новгороде во время матча Волга-Динамо, было арестовано 72 человека. Не совсем недавно был скандал, который прозвучал на весь мир. Это с бананом, который Роберто Карлосу в «Зените» презентовали и так далее. Вы знаете, если наше руководство Российского Футбольного Союза не обратит внимания на то, что происходит сейчас в болельщикской среде, в среде фанатов, мне кажется, что проблемы к проведению чемпионата мира будут очень и очень серьезные. Времени не так уж много для того, чтобы исправить эту ситуацию. Обратите внимание, на стадионы приходит все меньше и меньше народа. И дело не только в том, что у нас может быть не самый зрелищный футбол, не самая лучшая погода и так далее. Дело в том, что люди боятся идти на футбол, боятся из-за тех отморозков, которые приходят на стадионы. Я ни в коем случае, как человек, который занимался проблемой фанатизма в России, ни в коем случае не объединяю всех болельщиков и даже активных болельщиков, которых принято называть фанатами, в одну однородную массу. Есть люди, такой закрытый элитный бойцовский клуб, которые назначают встречи иногда в городе, иногда за городом и бьют друг другу лицо. Это их проблемы, если это не отражается на простых болельщиках. Но дело в том, что к этой культуре, субкультуре молодежной фанатизма присоединилось огромное количество людей, гораздо больше, чем настоящих активных фанатов, людей, которые ни к футболу, ни к болению, ни к какой-то активной поддержке своих клубов не имеют никакого абсолютно отношения. Это просто люди, которые пользуются футболом как площадкой для того, чтобы проявлять свои какие-то агрессивные навыки, намерения и так далее. И вот здесь правоохранительным органам, руководству Российского футбольного союза нужно очень сильно задуматься. Иначе у нас будет очень серьезная проблема. У нас уже очень нехорошее реноме по этой части в Европе и в мире. О том, что присутствует расизм и российские выходки на наших стадионах знают уже не только мы. Постарались английские, конечно, журналисты перед выбором места проведения чемпионата мира. Но факт остается фактом. И если такие проявления будут продолжаться, неминуемы санкции со стороны FIFA и UEFA, неминуемы проблемы во время проведения крупных соревнований. Поэтому на этом, мне кажется, еще раз надо обратить внимание и выработать какую-то четкую концепцию по тому, как против этого бороться и как этому противостоять. Спасибо всем, кто сегодня слушал мои рассказы о том, что мне показалось самым интересным в мире футбола за прошедшую неделю. Встретимся в суде Вестника Кавказа ровно через неделю.